правильно кто-то за тысячи хотя работают в одном и том же работа кто-то я между 1000 долларов 100 тысяч кто-то кто-то 200 тысяч то есть люди привыкают к разным статья расходом просто привыкают поэтому вы формируете себе бюджет расходов которые средно можно жить не богат они бедно я не говорю что вы жадничать должны я не говорю что вы должны слова экономия использовать почему сага особенными люди бывший советский союз мы слова экономия воспринимаем как как будто не кушать это просто голодать пешком ходить унижать себя ограничить себя своих детей ником случае это не делайте почему я хочу вам сказать что господа очень милостивый и очень щедр когда человек так поступает это есть одно из показатель его недоверия к самому жизнью к самому себе вишнему поэтому не надо так делать надо наоборот верить в том что это мире все в изобилии просто надо научиться соответствовать их очень много поэтому не надо там понятия ограничения не надо заниматься надо заниматься управлением просто то есть стандартизировать вот бюджет формировать и на это бюджете жить средно не богат, а не бедно. Все. И все ненужные расходы, которые не влияют на доход, убрать. А что влияет на доход? Их надо фокусироваться на них. Всю фокус направить. Это третий шаг. Второй шаг значит, мы бюджет формировали расходы, сократили все ненужные расходы. И третий шаг фокусироваться на доход. Что вы умеете делать? Всю фокус направьте на доход. Думайте и вкладывайте свои деньги туда. Свое время туда. Свои усилия туда. Три вложения делайте каждый день. Время, деньги, усилия. Вложите туда, откуда придет доход. Вкладывайте в свои мозги. Вкладывайте в свое образование. Станьте профессионалом в этом области. Я убежден, что неважно, кризис есть или нет, профессионалы всегда востребованы. Я это убежден. Потому что жизнь продолжается. Профессионал всегда востребован был и будет. Это неправда, что как будто там профессионал на улице остается. Ну, не бывает такое. Если вы в этом деле профессионал, у вас дело все равно пойдет. Будут вокруг моря конкуренцев. Ну и что? Будут вокруг кризисов. Ну и что? Жизнь-то не останавливается. Жизнь останавливается. Какие люди банкротт за кризисы? Те люди, которые дилетанты. Дилетанты. Те люди, которые некачественный сервис или некачественную услугу, или некачественный продукт продают, или дорого продают. И те люди, у которых, можно сказать, нет резервной деньги. Вот они, можно сказать, они теряют. Поэтому период кризиса очень выгодно, если вы профессионал. Почему? То доля рынка, который раньше эти ваши мелькие конкуренты держали, эти клиенты придут к вам. Потому что, те, они все банкротятся, они придут к вам. Мой совет к вам. Момент развития рынка, то есть, когда рынок хорошо идет, побольше сохраните деньги, побольше экономьте деньги. Момент кризиса расширяйтесь. Когда вы видите, что кризис начинается, у вас, если будут нормальные накопления, наоборот, расширяйтесь. Почему? Потому что те банкротятся, частично все равно банкротятся. Как бы мы ни говорим, люди частично банкротятся. И, соответственно, когда частично банкротство начинается, сейчас люди, ваши выгоды где? Первое. Некоторые хорошие кадры ищут работу. Они увольняются и не ищут. Легче вам создать сильную команду. Второе. Второе. Хорошие места, арене, площади могут освободиться. Подешевле вы можете найти хорошие, выгодные места и так далее. Третье. Третье. Часть доли рынка, часть доли. Я имею в виду клиентов, база клиентов, которые раньше где-то у кого-то были, они придут к вам. Что я делаю в каждой кризисе, как бизнесмен, честно скажу. Я лично это в рычаге использую уже два раза. В 2008 году это понял. В 2014 году это использовал. В 2017-2018 годах тоже использовал. Когда коронавирус начался. Что я делаю? Я поднимаю зарплату, когда кризис начинается. Я наоборот своим сотрудникам. В 2014 году 100% поднимал. У многих. А в 2020 год минимум 30% поднимал. Кому-то 50% поднимал. Почему? Вы представьте, везде сокращение людей. У людей морально, психологически, ваша команда ждет, что сейчас шеф придет, говорит, ребята, тяжелые времена, трудно, ну давайте часть из вас сокращаем. Они подсознательно, они просто ждут, что сейчас, наверное, шеф зайдет в дверь и так скажет. Потому что у них дома кто-то уже говорил. Можно сказать, с друзьями поселили, кто-то говорил. везде эта вещь речь идет, везде телевизоры говорят, везде интернеты, сейчас что много, каждый ведущий, по каждому, все говорят, все эксперты. И он подсознательно уже готов слышать, что скоро либо его уволят, либо половина либо режет зарплату, либо бессодержательно отпускает. А вы представьте, а мы ему говорим, послушайте, ребята, вы молодцы, мы будем работать, мы знаем, что теперь, теперь надо показать, что вы чемпионы. и нам надо, сейчас как раз у нас наш шанс. Газуйте, чтобы доля не подавали. Красавчик. Я так и делаю. Я именно так и делаю, так обучаю своих учеников. Я говорю, ребята, вы должны четко, просто хорошо, вы должны быть натренированы с командой. Готовы надо быть. Я так и делаю. Давай спросим, кто готов совет миллионера, совет Мурада Довлатова превратить в жизнь в своих компаниях, в своих малых, в средних, больших бизнесах увеличить зарплату и вот пойти вообще феноменальным путем. Это феноменально, ребята. Это стратегия. Это стратегия. Игорь, пойми правильно, к этому надо готовиться. К этому надо сначала готовиться. В 2008 году, когда я это понял, я готовился к этому. Я просто понял, что Крис все равно повторяется. Он все равно будет повторяться. Это похоже, что есть день, когда-нибудь бывает дождь. Если у тебя есть зонтик, тебе легче. Это похоже на этого. Надо заранее понимать этого. И когда я просто готовил резервные фонды и так далее, когда развитие рынка и просто создавать капиталы. И создавать капитал и ждать. И когда начнешь так представлять, я прихожу в команду, говорю, ребята, нам надо теперь расширяться, у нас есть хорошая возможность, давайте будем шагать. Газуйте. И я выделяю, вкладываю, инвестирую. Давайте в хороших местах мы расширяемся. Я делаю всегда два вещи. Зарплату поднимаю и расширяю. Зарплату поднимаю и расширяю. И я говорю, у вас есть хорошие друзья, хорошие знакомые, которые как ты, классный парень, познакомь со мной. Я так и говорю. И таким образом я увеличивал количество своих магазинов, количество своих, можно сказать, холдингов. И потихонечку и теперь смотри, когда рынок более нормализуется, у нас команда уже, когда они эмоционально доверяют друг другу, когда они позаботятся о друг друге. Например, что-то один успел, другой не успел и так далее. Когда они вот это все делают, как одна семья. А как раз, пока рынок нормализуется, команда притеряется и так далее. Это очень важно. Слушай, я просто в шоке, Саид Мурат. Понимаешь, насколько, когда ты показал вот эту вещь, когда человек много зарабатывает, пруха идет, человек получает деньги, покупает какие-нибудь роликсы, машины. А по сути дела, он должен вкладывать в активы, которые потом, когда все будут катиться... Вот ты понял. Вот ты меня хорошо понял. Когда у людей дело хорошо идет, они начинают шикарные жизни. Они начинают еще... Знаете, они думают, что всегда будут так. Они думают, теперь все, я нашел какое-то там чудо, возможность, и всегда будут так. Они начинают все деньги тратить, у них нет резервных фонд, они постоянно начинают приобрести те вещи, которые смысла не имеют. Дорогие часы, дорогие машины, дорогие там... Они начинают шиковать, как будто у них вообще все в золотах. А потом, когда трудности, а ты видишь, что уже у них очень легко сломаются они, потому что у них нет фундамента. фундамент, 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 и еще раз фундамент. У многих людей не хватает терпения, потому что фундамент это внизу. А чтобы увидеть красивое здание, которое ты построил, школу, это прям, ну, это невероятно. КОНЕЦ КОНЕЦ